Собрать максимально высокий урожай. Такая задача стоит перед аграриями района. В течение всего года труженики полей вели уходную работу на озимом клине. Ячмень и пшеница хорошо перезимовали. И сегодня колосья начали созревать. Уже 20 июня, если погона не несет свои коррективы, в поля выйдет уборочная техника. О подготовке к уборочной кампании главе района на расширенном планерном совещании доложил Борис Стрельцов. Этим летом труженикам хозяйств предстоит убрать 25 тысяч гектаров озимых. Ячмень занимает чуть больше 2000 гектаров, остальное – пшеница. Готовность полная есть, техника обеспечена. Нагрузка на один комбайн в нашем районе – одна из лучших, порядка 135 гектар на комбайн. Это очень хорошее. То есть привлекать технику дополнительно будем единичными случаями. Без внимания не остаются и яровые культуры. Кукуруза, соя, подсолнечник, свекла сегодня в хорошем состоянии, говорит Борис Стрельцов. Пропашно-технические культуры получили необходимое количество влаги для активного развития. Но вместе с яровыми в рост пошла и сорная растительность. И если в полях проводят химпрополку, междурядную культивацию, то участки, не занятые сельхозкультурами, начали зарастать. В активную фазу вступила Амброзия. Борис Стрельцов рекомендует главам поселения обратить на это внимание. Проводить разъяснительную работу и с населением, и с фермерами на предмет уничтожения карантинного сорняка на своих территориях. Здесь же глава района дает поручение исполняющему обязанности заместителя по вопросам АПК заняться развитием кооперации в районе. Главная задача ваша личная, я на вас возлагаю, это развитие кооперации. Об этом говорит губернатор, об этом говорит вице-губернатор, что по примеру Европы 80% всей реализуемой продукции на территории Евросоюза реализуются через кооперацию. То есть от бабушки, которые выращивают у себя маленькие теплишки, до каких-то средних ферм, все они объединяются в кооперации, все это реализуют. Это только сейчас начинается, зарождается. Мы с вами проговаривали, какие у нас есть возможности, какие у нас есть уже наработки. Первого числа в районе планируется большой праздник, посвященный Дню защиты детей. Задействованы будут все площадки. Тематические мероприятия пройдут во всех учреждениях культуры. Уже 2 июня состоятся троицкие поминовения возле станицы Чумуевской, а в воскресенье в Лобинске пройдет парад семейных пар. Об этих и других мероприятиях рассказал начальник управления культуры. Игорь Чигаев отметил, что июнь богат на празднике, поэтому тема безопасности во главе угла. Глава района ставит задачу Евгению Шестопалову взять этот вопрос на контроль. Остановлением администрации Лобинского городского поселения за каждое направление от вопросов ЖКХ до безопасности определены ответственные должностные лица, это и руководство органов полиции, здравоохранения, МУП санитарной чистки и так далее, которым была направлена необходимая информация. Так, в целях недопущения чрезвычайных происшествий на вышеуказанных объектах и в их окружении в отдел полиции направлено рекомендательное письмо на предмет необходимости проведения комплекса профилактических мероприятий как накануне празднований, так и непосредственно в праздничный день. Это и обследование площадей, обеспечение охраны общественного порядка посредством выставления нарядов, перекрытия улиц для организации безопасности движения и так далее. Далее участники планерки обсудили работу дворовых площадок и занятости детей и подростков в летний период на территории района. В завершении совещания Игорь Чигаев представил исполняющего обязанности главы отважницкого поселения. Им стал Роман Слепенко. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».